Вести Кабардино-Балкария продолжает эфир телеканала Россия. В студии Арина Желясова. Здравствуйте. Главное к этому часу. Ингредиционная служба нелегалов ищет на дорогах. Восемь для дела. В рамках операции к водителям из-за рубежа повышенный интерес. Такого ажиотажа здесь не видели давно. Сколько добровольных доноров отозвались на призыв «Мы с тобой одной крови». Появится ли в школах новый предмет, киноведение и какие фильмы войдут в список нужных? Пусть отечественные смотрят, зарубежные не надо. Активная фаза спецоперации в Нальчике завершена. Группа боевиков, заблокированная правоохранителями, сегодня в одном из частных жилых домов на улице Клары Цеткин нейтрализована, сообщает оперативный штаб в КБР. Информация о месте нахождения членов бан под поле была получена силовиками в ходе разыскных мероприятий. С 4 часов утра в районе города, ограниченном улицами Инеева, Дагестанская, Оттарова, Вологирова и Новошевченко, был локально введен режим КТО. Жители близлежащих домов эвакуированы в течение нескольких часов. Специалисты оперштаба и родственники бандитов вели с ними переговоры. Им было предложено сложить оружие и сдаться. В ответ преступники открыли огонь по силовикам и даже предприняли попытку прорыва, применив несколько гранат. В результате боестолкновения 8 активных участников банд под поле нейтрализованы, предварительно их личности установлены. Это находившиеся в федеральном розыске Амир банд под поле КБР, Руслан Батырбеков, главарь так называемого северо-восточного сектора. Залим Тутов, главарь центрального сектора Шамиль Ульбашев, члены центрального сектора Самир Карданов и Алим Шурдумов, член так называемого юго-восточного сектора Артур Каркаев, гражданская жена Руслана Батырбекова Марьяна Альмезова. Напомню, все они находились в федеральном розыске. В числе нейтрализованных также активная пособница боевиков Марьяна Тишкова. По оперативным данным, уничтоженные боевики причастны к терактам на территории КБР и убийствам силовиков, предпринимателей, представителей органов власти. Оперативно-розыскные мероприятия в районе КТО продолжаются. Работает следственная группа. К другим темам. Порядок выплат компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам рассмотрел сегодня Кабинет министров. Проект документа представлен Минэкономразвития. В случае утверждения он будет способствовать решению очень наболевшего вопроса. Речь в данном случае идет о владельцах сертификата на материнский капитал, которым предоставлены ипотечные кредиты. Именно они могут претендовать на компенсацию из республиканского бюджета части процентной ставки. Осуществлять выплаты уполномочен Минстрой. Кроме того, в проекте постановления четко прописаны условия получения компенсации. Сумма кредита не может превышать полутора миллионов рублей. Срок предоставления такого кредита не превышает 10 лет. Компенсация осуществляется в размере 50% ставки и финансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора между гражданином и уполномоченным банком. Финансирование из федерального бюджета по программе Юг России увеличится со 187 миллионов до 1 миллиарда рублей. Субсидии Центра Республика получат в этом году проект соглашения, утвержден сегодня. Группе граждан, пострадавших в ДТП, из резервного фонда правительства выплатят материальную помощь – около 200 тысяч рублей. Внедрением аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории республики займется специально созданная рабочая группа. А за реализацию системы «Открытое правительство» ответственным назначен вице-премьер Казиму Инаев. Также утверждено распоряжение о подготовке второго северокавказского театрального фестиваля «Южная сцена». На форум выделяется около 700 тысяч рублей. Напомню, впервые он прошел в Нальчике в ноябре прошлого года. А чуть раньше в исполкоме регионального отделения «Единой России» за округлым столом обсуждались перспективы дошкольного образования в Кабардино-Балкарии. Рассматривали законодательное обеспечение системы в условиях модернизации и проблему дефицита мест в детских садах. В республике 211 дошкольных учреждений. На первый взгляд, достаточно много. Но нехватка мест сегодня составляет более полутора тысяч, отметили собравшиеся. Проблему эту каждый муниципалитет решает в меру своих сил. Например, открывают детсадовские группы в школах. Помещения переоборудуют согласно нормам СанПИНА. Воспитателей набирают из числа учителей, подпадающих под сокращение. Таким образом, власти убивают разом двух зайцев. И детей в сады устраивают, и число безработных сокращают. В этом учебном году планируется увеличить количество мест в дошкольных учреждениях на 2500. Преобразования коснулись не только организационных моментов, но и законодательной базы. Особенно остро стоял вопрос о выделении финансовой помощи детским садам из госбюджета. С принятием нового закона об образовании эта проблема должна быть решена. После вступления силы нового закона об образовании, эти учреждения также будут в праве получать субвенцию из республиканского бюджета на обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования. В новом законопроекте определено, что дошкольное образование теперь будет являться первым уровнем общего образования. Сегодня же первым уровнем образования считаются первые и четвертые классы. Новая система будет способствовать социализации ребенка с еще более раннего возраста. Это должно снять и многие проблемы в обучении. В конце заседания круглого стола пять победителей всероссийского конкурса «Детские сады детям» были награждены грамотами. Продолжаем выпуск. Сотрудники миграционной службы вышли на дороги. Нелегалов искали вместе с дорожной инспекцией. Цель операции «Маршрутка» – выявить иностранных граждан среди водителей общественного транспорта. Иностранцев обнаружили, но не за рулем. Фатима Магомедова приняла участие в рейде и готова поделиться информацией. Ей слово. Добро пожаловать! Такими словами встречает нальчик гостей Кабардино-Балкарии. Тимур Пешков уже успел было мысленно перевести фразу на родной молдавский, как водитель остановил инспектор ГИБДД. Гости или по делам? Гости. Внимание сотрудников ГИБДД привлекли иностранные номера легкового транспорта. В рамках операции «Маршрутка» в течение недели гражданам и за рубежа участникам дорожного движения повышенный интерес. А где вы отчитаете трудовую деятельность? В стройке? В шалушке работаете, да? Акция совместная. Провели ее сотрудники ФМС России по Кабардино-Балкарии и дорожная инспекция. С введением процедуры, требующей оформления патентов на работу, риск возникновения нарушений повысился. Детали действия нового механизма не всем ясны. Иностранный гражданин может быть личным шофером и работодателя, но ни в коем случае водителем автотранспортного предприятия. Дело в том, что в Кабардино-Балкарии пока нет фирм и компаний, имеющих квоты на привлечение рабочей силы из-за рубежа. Иностранных граждан искали среди водителей маршрутных такси тщетно. А вот в числе пассажиров оказались жители Узбекистана. Тут же проверка документов и допрос с пристрастием. То, откуда, зачем пожаловали. За несколько дней проверок выявлено 42 иностранных гражданина. Все они оказались пассажирами. Водители среди них все оказались местными. Отсутствие нарушений – главный положительный результат проводимых мероприятий. Проверка осуществляется с целью не только уличить и наказать, но контролировать и знать наверняка о реальной миграционной ситуации в республике. Польза подобных рейдов очевидна, говорят сотрудники обеих служб. Работодатели вряд ли осмелятся приступить закон, а значит пассажиры будут чувствовать себя в безопасности. Фатима Магомедова, Асламур Захандохов, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня в Нальчике открылась первая международная конференция «Молодежь в формировании инновационной экономики и переходе к обществу знаний». Организовал ее Республиканский научный центр Российской академии наук при содействии Министерства по делам молодежи. Поделиться опытом и знаниями в Нальчик прибыли молодые ученые, аспиранты из Ростовской области, Ставрополя, Чеченской республики и Южной Осетии. На открытии гостей приветствовал директор Кабардино-Балкарского научного центра РАН Петр Иванов. В ближайшем будущем формирование ВВП будет основано только на инновационной экономике, и потому уже сегодня нужно уделять особое внимание именно этому направлению, отметил он. Такого мнения придерживаются и представители Министерства молодежи. «Пора уходить от каких-то там глобальных, может быть, производств самолетов, пароходов и работать именно в области каких-то точек наук, работать именно развивать экономику знаниями». Заседания проходили в форме интерактивного общения. Участники обсуждали развитие экономической системы, а также моделирование ее инновационных процессов. По окончании конференции молодых ученых познакомят с инновационными предприятиями КБР. В частности, они побывают в Баксанском районе, в современном тепличном комплексе «Агроком». Сегодня в Нальчике прошла акция, посвященная Международному дню молодого донора. Напомним, еще три года назад она начиналась именно в Кабардино-Балкарии и называлась «День кавказского молодого донора». Спустя год она приняла общероссийский характер, спустя два – вышла на международный уровень. Акцию поддержали в Украине, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Франции. В самой Кабардино-Балкарии сегодня на призыв авторов идеи общественной организации «Эмдрайв» «Мы с тобой одной крови» откликнулись сотрудники Министерства сельского хозяйства и Госкомдора республики. Студенты КБГУ и Сельхозакадемии, представители молодежных организаций в 8 утра возле регистратуры уже стояла очередь за карточками. Такого ажиотажа в службе переливания не помнят. На 5 часов дня кровь и ее компоненты сдали около 200 человек. Всем им организаторы говорят спасибо. Доноры никогда не ждут этого спасибо, но говорить его нужно, потому что донор – это тот человек, который сдает кровь и не знает, кому она пойдет. В большинстве случаев это и есть тот момент, когда люди проявляют свое милосердие. Они не знают адреса, кому она вольется, чья жизнь будет спасена. И даже, скорее всего, по Нальчику в любом городе мира, в котором сегодня акции или где-то акции проводятся, вообще кровь сдают. Люди проходят мимо друг друга. Я думаю, очень часто бывает то, что люди проходят, кто один сдал, а другой получил. Но они проходят мимо, и не надо обязательно знать, кому ты помог. Ты просто помог, ты сделал благое дело, и вот за это и надо говорить спасибо. Завтра к акции присоединится молодежная администрация и общественные организации Баксанского района. Передвижная станция в центре Баксана будет работать с 9 утра. А вчера 70 человек сдали кровь в Черекском районе. Согласно квоте, совершить хадж в этом году могут 500 человек из Кабардино-Балкарии. Организационный комитет по оказанию содействия паломникам на своем втором по счету заседании сообщил, что список кандидатов на поездку сформирован. Сегодня все необходимые документы паломника, включая загранпаспорта, направлены в посольство Королевства Саудовской Аравии для получения виз. При содействии Минздрава КБР проведена вакцинация против менингококовой инфекции. К святым местам верующие доберутся воздушным транспортом. Сформированы три группы. Одна из них отправится рейсом Минводы-Медина, а две другие совершат полет по маршруту Минводы-Оман. Далее будут добираться автобусом, говорят в Духовном управлении мусульман. Все затраты на хадж в этом году полностью оплачивают сами паломники. На Аравийский полуостров верующие должны попасть в срок до 19 октября. И последнее. В школах может появиться новый предмет – киноведение. Министерство культуры России объявило о начале онлайн-голосования за 100 лучших фильмов, которые будут рекомендованы для просмотра в школах ученикам 6-7 класса. Разработать список министр культуры страны Владимир Мединский поручил департаменту кинематографии. Со списком нужных фильмов пока не определились, идет голосование. Да и сторонников нового урока пока мало. Какие киношедевры должны войти в школьную программу? С этим вопросом на улице города вышла моя коллега Мадина Урусова. По данным опросов, идея режиссера Никиты Михалкова – разработать список фильмов, которые должен увидеть каждый школьник, уже нашла поддержку у 42% россиян. Составить реестр киношедевров решили самым демократичным на сегодняшний день способом – путем интернет-голосования. Любой пользователь в течение двух недель может назвать три российских и три иностранных картины. Правда, на улицах Нальчика противников нововведения оказалось больше, чем сторонников. Причем активнее всего свое недовольство выражали сами учащиеся. В пятом классе сейчас новые уроки, и они немного сложные. Ну, для некоторых все немного сложные уроки. А еще один урок, и еще только начинают, кажется, что нет. Школьникам трудно сейчас. У них не Г, все такое, да еще один предмет новый. Я бы не хотела. Просто не считаю, что это должно вообще проходить. Зачем им лишний предмет еще изучать? Те же, кто поддерживает изучение киноведения, не всегда могут сказать, какая именно картина заслуживает права быть препарированы у доски или в школьных сочинениях. Звание фильма забыл, не знаю. Молодежный какой-нибудь фильм хороший. Специалисты считают, что картины необходимо подбирать, учитывая возраст учащихся. Психологи, в свою очередь, уверены, что фильмы, которые войдут в школьную программу, помогут подросткам найти положительных героев для подражания. Такими глубокими образами, по мнению большинства наших респондентов, насыщено именно отечественное кино. И чаще всего это, конечно, экранизации произведений классиков. Анна Каренина «Война и мир», «Собачье сердце», «Чехова», «Гроза», потом еще вот «С легким паром», вот хороший фильм. Пусть отечественные смотрят, зарубежные не надо. Предложения эти, по сути, дублируют школьную программу по литературе. Такой подбор и без того малочитающее поколение, скорее всего, расценит как избавление от необходимости просиживать часами за книгой. Судя по всему, задачи, которые должен решить список, пока не очень понятны. Но в любом случае, вреда классика мирового кинематографа молодым умам точно не принесет. Итак, проголосовать можно на сайте Министерства культуры Российской Федерации. Причем выразить свое пожелание с одного IP-адреса можно всего один раз. Мадина Урусова, Муаед Тохов, Анзорка, Широков. Вести. Кабардино-Балкария. На этом у меня пока все. В 19 часов 40 минут мой коллега Беслан Суедимов и я подведем итоги дня сегодняшнего. А прямо сейчас прогноз погоды. Всего доброго и до встречи. Субтитры делал DimaTorzok Тепло достигнет 21 градуса. В Баксане, Чигеме и Норткале воздух прогреется до плюс 29-30 без дождей. Сухое и в Прохладненском и Майском районах около 30 градусов. В Терском и Лискенском ясная погода плюс 30-31. В Черекском районе тоже солнечно и без осадков плюс 28. В Нальчике малооблачной плюс 29. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду.